Почему люди стареют? Потому что идет время. А это совершенно естественный процесс и то, что невозможно остановить и на что совершенно невозможно повлиять. Все рождается, живет, стареет и уходит. Это закон природы. И изменить его абсолютно никому не удается. Да и ни к чему это. Иначе восстановилось бы развитие. А вот другое дело, как можно отстрочить старение. Имеется в виду физическое состояние. Потому что годы, к сожалению, не изменишь. Это объективная реальность. От нас не зависит. А вот создать для себя, для своих окружающих такие условия, чтобы старение не выражалось физической немощи, чтобы сохранить не только физическую способность, но и интеллектуальную, что самое главное. Вот это наши силы. Значит, прежде всего, организм должен получать нужные питательные вещества высокого качества. Начнем с самого банального. Белки, углеводы и жиры. Это проблема сейчас, к сожалению. К сожалению, все продукты, которыми мы с вами питаемся, они в значительной степени, если не искусственные, не хочу сказать, что они искусственные, то они содержат, по крайней мере, массу всяких искусственных добавок, которые очень выгодны торговле для сохранения продуктов, но абсолютно не нужны и даже вредны организму. Ну, давайте об этом честно говорить. Естественно, что первый продукт – это, я уже сказал, белки, это источники мяса, рыба, молоко, яйца, вот это вот источники. Но, казалось бы, при такой банальности этого понятия, очень важно, а какого качества все это. Мясные продукты, например, которые мы покупаем в магазинах, они не соответствуют, вообще-то говоря, в целом тем требованиям, которые организм, здоровый организм предъявляет к нему. Достаточно сказать, что эти продукты часто очень долго хранятся, их хранят при достаточно низкой температуре, но десятилетия хранения мяса даже при низкой температуре, уверяю вас, не улучшает его качество. Если мы считали, что, или это правильно, что в мясе содержится, например, необходимый нам витамин А, во многих аспектах очень важно, не только с точки зрения зрения, как обычно об этом говорят, то, к великому сожалению, в настоящее время мясо, производимое таким образом, каким его делают сейчас, его практически не содержат. И поэтому табличные данные по содержанию нужных компонентов в продуктах питания, они очень часто не соответствуют действительности. Современными продуктами решить проблему дефицита, так называемых микронутриентов, я потом объясню, что это такое, можно в лучшем случае процентов на 5-6. Все. 94% – это дефициты. И дефициты, кстати говоря, не с сегодняшнего дня, а десятилетней давности. Мы живем в условиях витаминно-минерального дефицита порядка 130 лет. А если задаться вопросом, а зачем нужны витамины, минералы? А дело в том, что все процессы в организме контролируются особыми белками, которые называются ферментами. Ни один процесс в организме не протекает без ферментов. Начиная с элементарного сгибания кончика пальчика, заканчивая высшим интеллектом, заканчивая передачей информации клеткам, рождением нового человека. Все это ферментативные процессы. Не только витаминами и минералами исчерпываются пищевые компоненты, которые человек должен получать ежедневно. Это тоже такой, знаете, немножко упрощенный взгляд. Просто действительно одни из важнейших компонентов, кроме белков, жиров, углеводов, витамины, минералы. Но на самом деле их значительно больше. Этих продуктов они носят название микронутриенты. Микронутриенты. Их нужно в сутки где-то порядка 1-2 граммов всего лишь. Это вместе с витаминами и минералами. Но без этих 1-2 граммов организм нормально существовать, работать и быть здоровым не может. Что еще, кроме витаминов и минералов? Ну, сейчас появилось очень модное слово антиоксиданты. Знаете, наверное, антиоксиданты. Да, действительно, это широкий класс соединений. Это разные соединения, очень разные соединения, которые обладают способностью гасить свободные радикалы. Их объединяют одним названием антиоксиданты, хотя по своему составу они абсолютно разные, если я два слова скажу. Это действительно очень важный класс систем соединений. Именно потому, что мы с вами живем в условиях так называемого оксидативного стресса. Вы скажете, ну а что если в продуктах нет, какой выход? А выход есть. Человечество уже придумало его достаточно давно. Это тот выход, который у нас средства массовой информации буквально изругали. Это биологически активные добавки к пище. Не пищевые добавки. Это совершенно неправильный термин. Пищевые добавки – это технические добавки к продуктам питания, с тем, чтобы они, допустим, были окрашены во что-то, чтобы они не черствел, например, хлеб. Вот эти пищевые добавки, они должны быть как можно менее активными. Они должны быть вообще неактивными. А мы с вами говорим о биологически активных добавках к пище. И наши средства массовой информации, к великому сожалению, сделали из этого ценнейшего подхода, вот тот, который позволяет сохранить молодость, силу и энергию, анафему. Просто анафему. Слово «бад» чуть ли не ругательством является. И где? Только в России. Если, допустим, японцы живут 80-87 лет, американцы живут там 78-80 с чем-то, я примерно говорю, может, я ошибаюсь, 2-3 года, не важно, порядок важен, то у нас средняя продолжительность жизни на десяток лет меньше. И мы идем своим путем. Мужчины живут там 50 с чем-то лет в среднем, женщины живут на 13 лет дольше. Хотя вот эта разница в 13 лет, она тоже ненормальная. Биологическая разница в мужском и женском возрасте 5-6 лет в пользу женщин, естественно, понятно, потому что природа оберегает носителей, наследственные носители, тех, кто воспроизводит, это понятно. Но не 13 лет. И если так посмотреть на здоровье нашей нации, то, я не боюсь этого слова, это очень похоже на вымирание. Очень похоже на вымирание. И если никаких мер не предпринимать, в том числе и разъяснительных, кстати говоря, образовательных, то дело кончится плохо. И поэтому сейчас единственный выход. Либо помираем, стареем, теряем силы и энергию, болеем очень рано, начинаем болеть, либо отказываемся от этой пресловутой пропагандистской шумихи по поводу БАДов и понимаем, что это жизненная необходимость. Пожалуйста, можете не БАД употреблять. Могу подсказать, как. Пожалуйста, купите мешки трав, которые входят в эти продукты, например, и за каждое утро или вечер становитесь к плите, готовьте это себе свеженько из трав. Никто против трав ничего не имеет. По травм лекарственных и просто пищевых. Никто, ради Бога, это все хорошо. А если вам предоставляют концентраты из этих же трав, приготовленные высокотехнологичным образом, с защитой от разрушения, это нужно тоже знать, как защищать, и в виде капсулы вы получаете то же самое, что вы бы варили у себя на кухне целую кастрюлю, это плохо считается. Кто же этим будет заниматься? Кто же бросит всю работу, всю жизнь и будет только сидеть, варить вот эти экстракты для того, чтобы тело было здоровым? Никто этого делать не будет никогда. И правильно для этого и существует вот эта промышленность, малая промышленность, биологически активный добавок в всем мире. Нужно знать, какие компании, хорошие, настоящие, зарекомендовавшиеся компании, производят настоящие продукты. Таких компаний не очень много, мы все знаем эти компании. Эти компании имеют все сертификаты качества, в том числе международные сертификаты качества. Сейчас не только GMP, GMP это теперь обычный знак качества, международное качество продуктов, но и так называемое organic food качество, то есть продукты, из которых делаются добавки, органические, то есть они выращены в условиях, исключающие химию или, допустим, собраны в районах, где нет никакой химии, например, где-то в районе Новой Зеландии, например, чистые регионы, закупают там. Поэтому вас могут, нас могут надуть любым продуктом. Возьмите те же вина, то же самое, сколько угодно подделок. А сколько фармацевтических препаратов, в аптеках, казалось бы, уже легитимных очередей, сколько подделок. Так и здесь. Поэтому не надо идти на поводу всяких проходимцев. А просто есть несколько компаний, я не буду сейчас никого озвучивать, но мы все знаем, которые производят настоящие, натуральные, доброкачественные, соответствующие всем международным стандартам, продукты. Вот такие продукты и нужно потреблять. Я могу себя привести в качестве примера. Знаете, всегда самый лучший лозунг «Делай, как я». Не надо делать вот так, а вот делай, как я, например. Я, например, сам один из разработчиков этих добавок. Я не хочу ничего в этом плане как-то конкретно рассказать, но я их все потребляю уже столько, сколько они существуют. Где-то почти полтора десятка лет подряд. И результаты, ну, по крайней мере, для меня налицо. Что мне уже достаточно много лет, я даже не хочу сообщать, сколько. Вот. И это не помешало мне, в сочетании еще с одним очень важным занятием борьбы со старостью, о которой я сейчас отдельно скажу, чувствую себя так, что, допустим, в возборшенном году я участвовал в восхождении на Пик-Чигетте. 3750 метров восхождение. Ну, оно не очень сложное, но высота все-таки, да. А в прошлом году мы не поехали на Кавказ, потому что там осложнился обстановка, мы поехали на Алтай. И там верхом на лошадях, верхом я к лошади вообще первый раз в жизни подошел, но, тем не менее, где-то 50 километров к озеру и обратно, через Буреломы. И никаких проблем не было, никаких проблем не было. И здесь еще один фактор, вот кроме всех этих вот продуктов, о которых я говорю, здесь еще один фактор. Тело наше должно работать. Должны работать мышцы. Если мы хотим, чтобы мышцы были в тонусе, они должны получать нагрузку, ежедневную нагрузку, разумную. Точно так же, чтобы интеллект был в тонусе, он тоже должен получать нагрузку. Потому что ленность – это беда, это основа себе болячек. Интеллект, мы об интеллекте не имеем, это особый разговор, это тонкий разговор об интеллекте. Но надо сказать, что биологически активные продукты, о которых я говорю, среди них значительная часть влияет положительно и на интеллект. Не хотите болезнь Эльцгемера заработать в 40 лет, 50 лет, старческое слабоумие? Вот потребляйте такие продукты, которые улучшают работу мозга, которые обеспечат его кислородом, которые обеспечат его витаминами, минералами, но всем, чем необходимы. Мозг – это тоже материальная субстанция, ее нужно кормить и кирпичики закладывать необходимые. Постоянное сочетание биологически активных продуктов, о которых мы с вами говорим, добавок, пусть это будет добавок, такое нелюбимое прессой слово, а я все-таки настаиваю, что надо биологически активные природные вещества в добавках к пище, в добавках к пище, плюс разумная физическая нагрузка. Вот потребляйте все это, следите за собой и будьте здоровы. Тогда у вас будет более длинная жизнь, тогда у вас будет качество жизни другое, тогда вам не надо будет потреблять лекарства в таких огромных количествах, как сейчас подавляющее большинство. Я опять хочу сказать, делай как я, у меня образование не позволяет мне использовать лекарства, а я закончил фармацевтический факультет, и поэтому я лекарства немножко знаю, сам разрабатывал, вот раонатин, например, он до сих пор применяется, поэтому, дорогие коллеги, я лекарства не пью, а обхожусь природными соединениями, природными соединениями, и если я это все использую так, как мы сегодня говорили, только вовремя, не тогда, когда гром грянул уже в 70 лет, начинается, а вот у меня инфаркт был, что теперь делать? А надо начинать с молодого возраста, хотя бы, ну я не буду говорить с детства, хотя должно начинаться с детства все это, но хотя бы с 20-30 лет, то уверяю вас, что вам в 80 лет, в 70 лет не надо будет использовать пригоршни лекарств, которые ваш организм отравляют одновременно, и может быть вам удастся тоже совершить восхождение на печи дед.